Этот первый в списке вид кожных курток мне очень нравится, потому что он подходит для разных типов телосложения. При этом его нет в гардеробе у подавляющего большинства мужчин. О каком виде курток я говорю? О лётных куртках, а именно о бомберах. Как понятно из названия, эта куртка связана с военной тематикой. Конструкция этой куртки обеспечивала изоляцию, когда военные летали на больших высотах в кабинах, которые никак не обогревались. Ключевые характеристики бомбера – это резинка на талии и такие же резинки на запястьях. Такая конструкция обеспечивала сохранение тепла и препятствовала переохлаждению. Как можете заметить, резинка прилегает к талии. Получается такая более короткая куртка, обеспечивающая свободу передвижения. Благодаря покрою этой куртки, она становится подходящей для всех типов телосложения. Но хочу заметить, мужчинам с атлетическим типом телосложения не всегда могут подойти такие куртки. Если ваш штор слишком мощный, а ноги не слишком мускулистые, не торопитесь приобретать бомбер, потому что он может визуально сделать вашу верхнюю часть тела слишком массивной. При всем при том, куртка в стиле бомбер отлично подходит для большинства типов телосложения, а чтобы выделяться, можете выбрать замшевый бомбер. Следующая куртка – это асимметричная куртка на молнии. На нее не особо обращают внимание, но мне она нравится из-за V-образного выреза на груди. У застежки молнии есть особое функциональное назначение. Все дело в том, что когда вы находитесь за рулем мотоцикла, встречный воздух потоком ударяет вас прямо в грудь, и если бы на вас была куртка только с прямой молнией спереди, холодный воздух причинял бы вам дискомфорт. Но конструкция этой куртки обеспечивает вам изоляцию тепла, обеспечивает защиту от ветра, за счет дополнительного слоя кожи внахлест и косой застежки молнии. Функциональность этой куртки – это очень крутое решение дизайнеров, но кроме того, мне очень нравится сам стиль. Надев такую куртку, вы заметите, что грудь в ней кажется более широкой, а талия более стройной. Если же у вас есть лишний вес, если у вас внушительного размера живот, убедитесь на примерке, что вам эта куртка подойдет. Чудес, к сожалению, не будет, но если вам нужна защита от ветра при езде на мотоцикле, такая куртка вам подойдет. Пожалуй, целую особую осторожность следует проявлять парням с широкими плечами и узкой талией. Если у вас широкие плечи и узкая талия, вы много времени проводите в спортзале и у вас накачанный торс, хорошенько оцените, как такая куртка будет на вас смотреться. Вполне возможно, что она сделает из вас мультяшного персонажа. При этом, если вы не адонис и у вас один из распространенных типов телосложения, поверьте, такая куртка вас только украсит. В этой куртке не слишком спортивный мужчина визуально будет смотреться лучше. Нужно просто подобрать свой размер. Я уже говорил об этом раньше, но повторю разницу между кожей и замшей относительно типа телосложения. На самом деле, разница совсем не велика. Думаю, замша добавляет фактуры объема. Если у вас более худочавое телосложение или же обычное, и вы хотите приобрести куртку, в которой вы будете выглядеть более солидно, выбирайте замшу. Если же вы ездите на мотоцикле, на байке, если вам нужно что-то более износостойкое и прочное, то выбирайте кожу, потому что кожные куртки прочнее замшевых. Если вы обладатель массивного тела, какой вариант будет для вас идеальным? Мой ответ, если мы говорим о кожных куртках, большинство из них не польстят вашей фигуре, только если вы не подберете свой размер. Однако, куртки одного определенного стиля подойдут крупным парням. И это куртки типа блузон. У таких курток прямой крой, у них есть воротник. Куртки такого дизайна хорошо подойдут крупным парням. Если у вас телосложение типа яблока или груша, такая куртка добавит вам объема в области плеч. Если же вы этакий тяжеловес, корпулентный мужчина, такая куртка скорректирует ваш силуэт. Так что если вы массивный парень, блузон отлично вам подойдет. А если у вас обычное телосложение и ваш рост метр восемьдесят и вес восемьдесят, тогда скажу, что блузон вам тоже подойдет, но для вас есть варианты получше. Если же вы худощавый, если у вас стройное тело, если вы сложены как бегуны на длинные дистанции, то вам следует выбрать такой вид блузона, который подчеркнет достоинства вашей фигуры. А поскольку кожа или замша тут вряд ли подойдут, думаю, вам лучше подыскать себе куртку другого стиля. Вы можете попытаться найти подходящий блузон, но если вы не собираетесь использовать варианты с наслаиванием предметов одежды, то блузон будет вас немного полнить. Я бы выбрал что-то более подходящее вашему телосложению. Итак, что же будет на вас смотреться лучше? Мой ответ — обратите внимание на тип Харрингтон. По определению, блузоны Харрингтон очень похожи. Они как двоюродные братья, часто их путают. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что Харрингтон визуально выглядит менее массивно. Для более крупных парней такой вариант вряд ли подойдет, а для более худощавых, на которых блузон смотрится хуже. Как раз таки Харрингтон подойдет идеально. Если вы обладатель худощавого телосложения, если у вас обычная фигура или вы немного грузный мужчина, знайте, что Харрингтон — это отличный вариант для вас. По стилю Харрингтон похож на блузон, у него открытые карманы. Однако по дизайну Харрингтон выглядит немного более утонченно. И это единственная существенная разница, заметная глазу. В целом, про эти куртки можно сказать, что они вне времени. Пробежимся по цвету, будь то кожа или замша, чаще всего встречаются коричневые и черные варианты. Но есть множество вариантов от светло-коричневого, да очень темно-шоколадно-коричневого цвета. Лично я считаю, что темные тона подходят большинству мужчин, потому что они универсальны, более темные цвета стройнят. Многие разноцветные куртки не настолько универсальны, но если у вас уже есть куртки базовых цветов, возможно, вы захотите приобрести то, что будет выделять вас из толпы. Что-то, что будет привлекать к вам внимание и интерес. Какой же цвет будет выигрышным? Проще всего для большинства выбрать черную кожаную куртку. Но если легкий путь не для вас, выбирайте темно-коричневый или темно-синий. Такая куртка будет и красивой, и универсальной. Если же у вас уже есть куртка определенного цвета и стиля в вашем гардеробе, а я сейчас сказал, что вот она не подходит для вашего типа телосложения, то знаете что? Носите эту вещь уверенно. К черту все условности и мои советы. А про Харрингтон можно сказать, что этот стиль похож на мотокуртку. Да, определенно у Харрингтона есть некоторые характеристики байкерской куртки. Однако основное отличие заключается в молниях на карманах и иногда в области на груди. А еще вот такая застежка в области воротника. Для байкерских курток также характерна асимметричная молния. В целом их обычно носят, как следует из названия, байкеры, кафе-рейсеры. Эти куртки без излишеств. Они предназначены для обеспечения защиты от ветра и непогоды. Такие красивые куртки. Их дизайн отличается простотой. Если вы обладатель художества телосложения, или же у вас обычная фигура, или вы довольно массивный парень, думаю такая куртка будет на вас отлично смотреться. Если у вас фигура типа яблока, в зависимости от кроя и посадки, вы можете подобрать себе куртку такого фасона, но при этом выбирайте подходящий вам размер. Если у вас мускулистый торс, массивные плечи, не стоит выбирать облегающую куртку такого фасона, иначе вы будете выглядеть комично. Если у вас немного лишнего веса, или у вас фигура типа груша, то знайте, эта куртка вам отлично подойдет. Почему? Потому что она придаст вашим плечам необходимый объем. Зрительно, благодаря этой куртке, ваши плечи будут выглядеть более широкими. Если у вас есть лишние сантиметры в области талии, если у вас более узкие плечи, благодаря этой куртке ваш силуэт будет выглядеть гораздо мужественнее. Господа, если вам нравится это видео, если вы считаете, что оно достаточно информативно, сделайте мне одолжение, поставьте ему лайк. Так что не скупитесь, так что не скупитесь на лайки, пожалуйста. Я очень ценю ваше мнение. Далее давайте поговорим о таких вещах, как карманы, строчки, и сшивки, и вообще про дизайн. Как все это влияет на тип телосложения, когда дело доходит до выбора типа куртки? Тут все зависит от влияния этих факторов на общий силуэт изделия. Так сказать, что будет цеплять глаз? Как я уже говорил, асимметричная куртка добавляет объема в области груди. Но если у модели большие карманы спереди, сверху или снизу, они добавят объема, особенно если карманы накладные. Накладные карманы – это такие карманы, которые пришиваются с лицевой стороны изделия. А если строчки выполнены из ниток, контрастирующих по цвету с кожей изделия? Что ж, в зависимости от того, в какой части выполнена такая строчка, она определенно привлечет к себе внимание. Как мы можем видеть на этом изделии, плечи обращают на себя внимание и даже без какой-либо набивки в этой области? Ваши плечи в этой куртке будут выглядеть довольно внушительно. Вопрос – хорошо это или плохо? Если вы худощавый или у вас обычное телосложение, и вам нужна куртка, которая добавит вам солидности, обратите внимание на куртку полевого фасона. Изначально полевая куртка была создана специально для африканских сафари. Первые модели были выполнены из ткани, потом их стали шить из кожи. Эти куртки хороши тем, что благодаря своей длине они подходят для разных типов телосложения. Видите, эти куртки полностью прикрывают пятую точку. Они длиннее, чем большинство других видов кожных курток, поэтому в такой куртке верхняя часть тела выглядит более пропорционально. Если у вас фигура типа яблока или груша, или есть лишний вес, вам такая куртка отлично подойдет. Если вы худощавый или у вас обычное телосложение, все равно. И вы в такой куртке будете выглядеть отлично. При этом не забывайте, что важно подобрать нужную вам посадку. Если вы массивный парень, обратите внимание на более темные цвета. Худые могут подобрать более светлые тона. Вообще же, более осмотрительно следует подбирать себе куртки такого фасона парням невысокого роста. Если вы метр шестьдесят и ниже, убедитесь, что куртка не выглядит слишком длинной. Куртка должна прикрывать только верхнюю часть бедер. Если куртка длиннее, вид будет нескладный. Если ваш рост метр семьдесят или восемьдесят, то подыскать подходящий вариант для вас не будет проблемой. Если вы выше двух метров, вот тогда найти нужный вариант уже посложнее. Но для большинства парней такой стиль отлично подойдет. Следующий тип может сделать вас похожим на русского гангстера, но он подходит для самых разных типов телосложения, особенно для более грустных парней, для тех, у кого телосложение типа яблока или груша. И это кожный блейзер. Он не подойдет худочавым парням. В такой куртке у вас будет слишком доминирующий вид. Многие мужчины даже не знают, с чем сочетать кожный блейзер в их гардеробе. На самом деле большинство блейзеров сделаны из шерсти, однако. Когда этот стиль стал популярным в городах, их стали изготавливать из кожи. И многим парням очень нравится этот стиль. Он выглядит наряднее, чем большинство кожных курток. И если вы выбрали для себя изделие этого стиля, обратите внимание на куртку темного цвета. Далее, а как насчет куртки Double Rider? Если вы гоняете на Харлее или на Индиане, вам, вероятно, знаком этот стиль. Может, у вас есть друзья, которым нравятся такие куртки. Что ж, для байкеров эта куртка стала знаковой. При этом она подойдет не всем типам телосложения на самом деле. Если у вас обычное или худощавое телосложение, или даже вы полный парень, просто подберите себе такую куртку подходящего размера. Но если у вас более тяжелый торс, если у вас в области торса лишний вес, она будет на вас смотреться хуже. Если вы обладатель высокого роста или относительно невысокого, такая куртка тоже не будет на вас смотреться. Может возникнуть вопрос. Кожа против замши. Что лучше подходит для каждого фасона куртки? Ребята, об этом я рассказываю в этом видео. Тут я детально излагаю все плюсы и минусы каждого вида материала изделия. Если вы выбираете куртку между кожей и замшей, посмотрите это видео. Прямо сейчас. Жмите на видео. Не пожалеете.